Не совершай этих ошибок! Много культуристов переходит от одной диеты ко второй, без достаточного времени ее применения. Таким образом, человек не может понять, что реально ему помогает. Нужно минимум три недели соблюдать ту или иную диету, и уж после этого делать выводы и что-то изменять. Например, ты начинаешь богатую диету на углеводы при умеренном содержании белка и малом количестве жира. Твоя цель избавиться от жира. Визуальных изменений ты можешь ожидать не меньше, чем через три недели. Не делай выводы слишком рано, смотря на свое тело. Не обращай внимания только на само количество калорий, но также на состав этих калорий, углеводы, белки и жиры. Ведь ты можешь кушать одно и то же количество калорий, но продукты будут совсем другие. Пример. Один атлет употребляет много белка, углеводов среднее количество, а жиров очень мало. А второй атлет употребляет много углеводов белка, среднее количество жиров мало. Первый делает правильно, белки не имеют способности превращаться в жир, а вот углеводы, их излишек, могут превратиться в жир. Воспользуйтесь таблицами продуктов питания, так тебе будет легче выбрать, какие именно нужны продукты. Если ты хочешь потерять или набрать вес, ключом успеха является регулярное питание, а питание, как попало, не принесет тебе результата. Как говорится, нужен режим. На массу наилучшим решением является 5-6 разовое питание в день. При таком питании вы получаете больше калорий, и еда лучше усваивается. Эффект намного лучше, чем за один прием скушать сразу две порции. Многие начинающие занимаются и чуть не каждый день взвешиваются на весах, смотрят, набрали ли они вес. Запомните, за один день невозможно набрать много веса. Рост происходит очень медленно, по миллиметрам или еще меньше. Также после еды ваш вес будет больше на один килограмм и больше, в зависимости, сколько вы поели и выпили воды. Еще одна ошибка атлета. Смотрят на веса, а изменений нету. Хотя прошел один месяц. А дело в том, что у вас до начала тренировок мог быть жир. Во время тренировок вы его сожгли, а вместо него прибавили мышцы. Вот и получилось, что вес остался тот же. Но на самом деле мышечная масса-то увеличилась, а жировая уменьшилась. Делайте снимки регулярно, так будет легче увидеть изменения своего тела. Не всегда диета от профессионального спортсмена подойдет вам. Все люди разные, каждый человек имеет свой тип телосложения. Если вам культурист с типом телосложения эндоморф, тот, который легко набирает жир, даст свою программу питания, а у вас тип телосложения эктоморф, вы очень худой и никак не можете поправиться, от его программы вам пользы не будет. Только вред. Вам нужно индивидуально составить программу под свой организм и следить, как он реагирует на нее. Вам нужно научиться прислушиваться к своему организму и понять, что он хочет. Сначала это будет тяжело, но потом научитесь это делать и не будет ничего сложного в этом. Некоторые спортсмены пробуют избавиться от жира, употребляя карнитин или кленбутырол. И забывают, что кроме этого еще нужно уменьшить употребление калорий, углеводов и жиров. Другие принимают кариатин, глютамин и аминокислоты, но не увеличивают потребление углеводов и белка, чтобы достичь позитивного азотного баланса. В итоге они получают плохие результаты и жалуются, что препараты не рабочие или что купили подделку спортивного питания. Ограничение потребляемых жиров дает ожидаемые результаты, зато полный отказ от них уже пользы не приносит. Полностью исключать жиры из питания спортсмену нельзя, потому что жиры также берут участие в разных химических процессах строения клетки, формировании разных гормонов, в том числе и тестостерона, который играет огромную роль в росте наших мышц. Когда ты увеличиваешь или уменьшаешь количество калорий в своей диете, делай это постепенно, чтобы дать время организму на адаптацию к этим диетическим манипуляциям. Резкое изменение приема калорий дает сильное изменение обмена веществ нашего организма. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok